Всем добрый день, с вами проект Мир на Кавказе, я Турал Агалы, наш собеседник Микаил Гумбатов, честнокровный Татт из села Лахэдж. Микаил Меллим, как ваше отношение к этой дезинформации армянской о том, что якобы азербайджанское правительство отправляет исключительно этнические группы, не хочу говорить меньшинства, этнические группы Азербайджана на передовую воевать с армянами? Правда ли это? Я считаю, что это ложь, это неправда, потому что с нашего поселка многие добровольно записались, их некоторые тоже вызывали, то есть это была мобилизация. И так же у меня брат Баку, сестра Баку и там же Баку тоже. Мы как-то разницу не видим. Какая разница? Татт, Лезгин, Талыш. Мы, во-первых, вот я, во-первых, Татт, очень хорошо. Я потом азербайджанец. Вы себе считаете, что это тоже азербайджанец? Я азербайджанец, конечно, я живу азербайджанец. Потом я гражданин мира. То есть начинается все с малой родины, с языка, но тоже числе и азербайджанец. Я живу азербайджанец. Так что никаких проблем я не вижу в этом. А вот вы говорите, что ваша родина Азербайджан. Вы считаете, что Карабах тоже своя родина? Карабах всегда был азербайджанцем. То, что у нас есть такая поговорка по-азербайджански. Это означает, что кто-то приезжий поселяется где-то, какое-то время живет, там говорят, местное население, кто коренной, кто должен уехать, уйти. Такого не бывает. Мы жили в Карабахе. Да, какое-то время после нас, 200 лет, скажем, 150 лет, переселили туда. После нас или будучи мы там? Мы там, будучи нам. Потому что после Туркминчайского договора, когда была война между царской Россией и Ираном, было три договора разных. Туркминчайский, Дюлюстанский и царская Россия, исходя из своих имперских амбиций, переселила христианский, скажем, да, гельгерянский, к крестьско-крестьянскому народу Армении, к своим нужным границам. Между Турцией, Ираном и Россией. И также, в свое время Россия переселила Казаков к Кереку, к Чечне, к Дагестану. Тогда, когда у них были южные границы, тогда были у Казахстана. А потом, чтобы разделить турецкий мир на части и обеспечить свой тыл в виде армян, как будто они думали, что они всегда будут верны россиянам. Я что хочу сказать? Вот турки жили, была турецкая империя, а армяне жили в Турции. И когда Россия и Турция воевали во время Первой мировой войны, что сделали армяне? Они были гражданами Турции. Они, значит, получается, что изменили турцы, ударили со спины, помощь россиянам. Потом говорят, геннадзид, какой геннадзид? Если ты живешь где-то и дерешься с хозяином, этого не бывает. Тебя должны выгнать оттуда. Что это произошло? Такая у нас поговорка есть. Где живешь, ты должен жить по правилам этой страны. Да, нельзя быть сиденья на корабле и драться с капиталом. Ты там гость, будь гражданином, никто тебе не мешает. Но и так же у нас, они азербайджане, Карабахи, жили в Баку, жили в Шамахе, жили в Губе. Где горная территория есть, даже и Смайланы жили, деревня была армянская. Жили, и то жили, хорошо жили. Если ты живешь где-то, это не означает, что ты хозяин этой земли. Живи, хозяин своего дома, но не земли, не государства. Потому что армянское государство есть. Они один раз определились в наших землях. Ереванское ханство. Сейчас Армения, сейчас Ереван. Что бы вы могли на своем родном, Татском, как местечко отправить Армянам? Спасибо большое. очень приятно познакомиться с вами и вот от именитатов такой вот месседж отправить тоже армянам спасибо большое